Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Историческое достижение. Крылья Советов вышли в финал Кубка России по футболу впервые за 17 лет. В финале пока равенство. Баскетболисты Самары и Уралмаша выиграли по одной встрече в решающей серии Суперлиги. В Самаре развивается молодая олимпийская дисциплина. В городе прошло первенство по BMX фристайлу. Крылья Советов по-прежнему непобедимы в 2021 году. В первенстве России 12 матчей подряд самарцы не уходят с поля без заработанных очков. Причем в этой серии 11 побед и всего одна ничья. В матче с Ярославским Шинником, который состоялся сразу после невероятного полуфинала Кубка России. В Грозном Крылья лишь в серии послематчевых пенальти заработали право выйти в финал впервые за 17 лет. Подробности прошедших игр в следующем материале. За минувшие две недели Крылья Советов провели три матча. Два в первенстве России и полуфинал Кубка в Грозном против местного Ахмата. Эта игра выделялась. В случае успеха самарцы могли повторить свое достижение 17-летней давности и получить шанс завоевать долгожданный трофей. Команды провели равный матч и создали несколько реальных моментов, чтобы открыть счет. Но в основное время забить так и не смогли. Все решалось в серии пенальти, перед которой тренерский штаб Крыльев сделал несколько важных замен. На поле вышел вратарь Евгений Фролов и защитник Дмитрий Камбаров. Евгений считается специалистом по отражению 11-метровых, что и подтвердил. Он взял сразу два удара. А вот самарцы ни разу не промахнулись. Решающий удар исполнил Дмитрий Камбаров. К Крылья Советов вышли в финал Кубка России, где встретится с Локомотивом, восьмикратным обладателем этого трофея. Десятикратным, если считать и советскую эпоху. Матч пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Наверное, все-таки моменты были у обеих команд. Больше-меньше, плюс-минус один, пусть уже кто-то другие статистики там подсчитывают. Мы провели очень достойную игру. И я очень доволен ребятами и особенно тем прогрессом, который мы вместе с ними делаем. Перед сложной и очень важной полуфинальной игрой футболисты Крыльев на домашнем поле принимали воронежский факел. Гости матч против фаворита начали уверенно, пытаясь захватить преимущество. Но первыми забили самарцы. На десятой минуте счет открыл Солдатенков. А на 24-й Сорвели удвоил его. Во втором тайме гости один мяч отыграть смогли. Отличился Максимов. Но дальше забивали только Крылья. По разу отличились Роман Ежов, Юрий Горшков со штрафного и Егор Галенков, который установил окончательный счет 5-1. Мы, в общем-то, начали удачно, забили гол. Но все время мы были под большим давлением. Соперник на хороших скоростях, достаточно свежий. Нам постоянно оказывал на нас давление. И не всегда мы играли так, как в этой ситуации и должны были. А после эмоциональной победы в Грозном Крыльям предстоял визит в Ярославль к местному шиннику. Одному из аутсайдеров первенства России. Из-за плотного графика самарцам пришлось использовать широкую ротацию. Многие игроки получили право на отдых. Тем не менее, даже не в оптимальном составе Крылья первыми открыли счет. Дебютант команды Дмитрий Ефремов забил на 15-й минуте. Хозяева поля ответили еще в первом тайме. Прямым ударом со штрафного забил Самойлов. Дальше счет не менялся до самого конца матча. На 85-й минуте отличился Иван Сергеев. Для него этот гол стал 34-м в первенстве. Но, чтобы удержать победу, у самарцев не хватило сил и свежести. Уже в компенсированное время Самойлов оформил дубль и сравнял счет. 2-2. Крылья Советов прервали рекордную победную серию, но все еще не проигрывают. Самарцы продолжают возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. В любом случае мы должны были побеждать. И все, в общем-то, для этого было. Хотя, наверное, объективно только последние 30 минут было по-настоящему большое или очень большое преимущество. А до этого мы играли не настолько быстро, как это надо было, чтобы получить преимущество в такой игре. Подтвердили свою силу. В финал Российской Суперлиги по баскетболу вышли две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Самара и Урал Маши из Екатеринбурга. Правда, обоим финалистам пришлось играть максимальное количество игр в полуфинальных сериях. О яркой концовке баскетбольного российского турнира расскажем в следующем сюжете. Нет ничего лучше, чем решающая игра серии плей-офф. Так считают многие в спортивном мире. В такой ситуации игроки отдают все силы, потому что эта игра может стать последней. Так случилось и в полуфинале российской баскетбольной суперлиги. Самара и Московская Руна затянули серию до пятого решающего матча. Самарцы играли на домашнем паркете, но начали встречу не очень уверенно, лишь постепенно набирая ход. И уже к концу первой четверти волжане завладели преимуществом, которое не отпускали до самого конца. Всю игру разница в счете была двузначной. Самарцы, подгоняемые трибунами, чувствовали уверенность в своих силах и забивали даже сверхдальние броски. Москвичи ответить не смогли. 91-73, Самара выходит в финал. Команда именно сегодня была команда. Был настрой со вчерашнего дня, мы были сконцентрированы, мы супер были настроены, мы доказали, что мы лучше на сегодняшний день в этом полуфинале. На пути к финалу Урал Маша из Екатеринбурга тоже провел пятиматчевую полуфинальную серию, в которой одолел темп Сумзу ГМК. Таким образом, в финале сошлись две лучшие команды регулярного чемпионата. Занявшие первое место самарцы, начинали серию дома. Дебют поединка остался за хозяевами паркета, но гости не отставали. Лидерство переходило из рук одной команды к другой до начала второй четверти. Затем уральцы сделали мощный рывок 16-2 и создали себе комфортное преимущество. Самарцам ничего не оставалось, кроме как организовать погоню за соперником. И она почти завершилась успехом. Постепенно сокращая отрыв, волжане смогли затянуть Урал Маш в напряженную концовку. На последних секундах при счете 84-85 в пользу гостей, Самаре удалось отзащищаться и оставить время для победного броска. Но проход под кольцо Айкон Ваму цели не достиг. Первая игра финала осталась за Урал Машем. Ну, когда ты играешь, когда плюс-минус очков в концовке, это, можно сказать, фактор удачи, я думаю. Ну, сегодня нам не повезло. Так, в принципе, всегда отставали в игре, но в конце все-таки додавили. Терять было нечего, начали делать агрессивно, играть. И, ну, добили тайбрейка, можно так сказать, автенции выразиться. Но последняя атака у нас не удалась, к сожалению. Во втором матче финальной серии Самара решила не доводить до напряженной концовки. Однако начало встречи все же получилось тяжелым. Но после серии точных трехочковых волжане все же вышли вперед и сделали небольшой отрыв к концу первой четверти. Игроки Урал Машу сократили счет до минимума, но вновь точные дальние броски от самарских снайперов вернули преимущество волжанам. Которое затем только росло. Плюс 15 к большому перерыву, плюс 18 в третьей четверти и плюс 21 в четвертой. Имея такой перевес, игроки Самары, тем не менее, ни на минуту не расслаблялись и забивали даже сложные броски. 91-70 – итоговый счет матча. 1-1 – счет финальной серии. Мы почувствовали, как их можно обыграть. Мы почувствовали уже в конце первой игры. И в этой игре полностью резервовали это. Это было ощущаемо... Нельзя так возможно говорить, но, знаете, лучше всего чувствуется самая эмоция, которую лучше всего чувствуется страх. Мы чувствуем, когда соперник боится нас. И поэтому на команду нашу передается эта уверенность, это все это попадание, все эти броски, которые иногда сложно залетают. Также и в обратную сторону тоже. Они иногда чувствуют это. Но в данной игре мы были главными. Третья и четвертая игра серии пройдут в городе-спутнике Екатеринбурга, в Верхней Пышме. Если и там команды выиграют по одной встрече, все решится в Самаре в пятом матче. Новый сезон велосипедисты Самарской области открыли первенством города в дисциплине BMX Freestyle. Оно прошло на новой скейт-площадке, построенной в конце осени рядом с Самарским стадионом. Направление сравнивают с фигурным катанием. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Подробности в нашем сюжете. Александру Мирошниченко 29. BMX Freestyle занимается половину жизни. Экстремальным видом спорта увлекся в 2008 году. Тогда в России он был практически андеграундным. Не было ни тренеров, ни площадок. Александр смотрел ролики в интернете и пытался повторить трюки. За годы увлечения спортом успел принять участие во всероссийских и международных соревнованиях. В 2019 году занял шестое место на чемпионате России в Красноярске, а в прошлом году седьмое место на чемпионате России в Ижевске. Велосипед собирает сам. У каждого спортсмена свои требования к размеру колес и высоте руля в зависимости от трюковых предпочтений. Мне нравится как прыгать, вылетать, делать трюки в воздухе, так и что-нибудь поскользить, поделать трюки на улице. И еще, правда, у нас сейчас с этим не особо развито, но тоже начинает развиваться дерт. То есть это земляные трамплины, подряд идут несколько трамплинов, на них нужно сделать трюки, те же самые критерии. В первенстве города принимают участие спортсмены от 10 лет и старше. Задача участников за ограниченное количество времени продемонстрировать мастерство, используя все рампы на площадке. BMX Freestyle, особенно именно парк, это, можно сказать, как фигурное катание. То есть здесь побеждает тот, кто наберет больше всего баллов. Даются две попытки по минуте, и за эту минуту участник должен показать максимальное количество трюков. Это он уже решает сам как. Либо несколько дорогих трюков, в которых, правда, есть риск, что он сорвется и технически где-то будет ошибка. Либо много маленьких каких-то трюков, более дешевых. Зародилось это направление спорта в США в 70-х, но лишь 11 лет назад стало олимпийским видом спорта. В Самаре впервые первенство города по BMX Freestyle прошло в 2019 году. Появление новой площадки, уверены организаторы, будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в регионе. Пока эта трасса новая, еще многие не знают, но, я думаю, со временем все узнают и будут здесь проводить. Мы будем и областные, и постараемся, может быть, еще какие-то всероссийские соревнования, чтобы хотя бы или ПФО собрать сюда, чтобы, в принципе, ПФО собрали, все приехали. Потому что этот вид у нас очень развит хорошо, как и весь велоспорт в Самарской области. И мы будем проводить и делать все для того, чтобы эта именно дисциплина BMX Freestyle развивалась еще сильнее, сильнее, сильнее. В городском первенстве победил Александр Мирошниченко. Он стал лучшим сразу в трех дисциплинах – парк, рампы и слет. Впереди спортсмены ждет первенство области. В дальнейшем будет сформирована сборная команда региона, которая представит Самарскую область на первенстве России. Оно пройдет в Казани, а также на спартакиаде молодежи в Саранске. Экзамен по спортивной гимнастике сдали ученики спортивной школы. Весь учебный год они постигали секреты мастерства, участвовали в соревнованиях. Прыжки и кувырки гимнастов оценил наш корреспондент. Юная гимнастка Елизавета Ростова привыкла побеждать в соревнованиях. У нее уже более 10 медалей высшей пробы мотивирует к победам младшая сестра София. Она тоже осваивает прыжки кульбита на ковре, бревне, коней и брусьях. Дома разговоры только о гимнастике. Мама Светлана рада, что дочери выбрали этот вид спорта. Случайно, еще ничего не зная про этот вид спорта совершенно, по телевизору с мужем так краем глаза зацепили вот эту спортивную гимнастику. Смотрим, Лиза, прям наша Лиза, там на бревне, на кольцах, реально. И позвонили, просто набрали сразу в интернете лучшие тренеры по спортивной гимнастике в Самаре. Вышел телефон, был август месяц, позвонили, нам сказали, приходите, мы вас посмотрим. И она сразу прошла, как дома себя чувствовала Лиза, и вот пошло. И мы уже, получается, 4 года, 5-й занимаемся. Занимаются девчонки и мальчишки спортивной гимнастикой в 18-й спортшколе. В конце учебного года, как положено, спортсмены сдают экзамены по этой дисциплине. Девочки повышают разряды и звания в вольных упражнениях на ковре, затем переходят на брусья, коня и бревно. Юноши соревнуются на кольцах, коне, брусьях, перекладине, в опорном прыжке и в вольных упражнениях. Суммируется сумма баллов, определяются победители и призеры, и кто попадает дальше на какие соревнования, кто выполняет свои спортивные разряды, а все остальные, которые добились скромнее результатов, работают дальше, усложняют программу. И они всегда будут чемпионами сначала в своей душе, а потом на педестале. В соревнованиях приняли участие 60 человек от 6 до 15 лет. Спортсмены выступают в разных категориях, в зависимости от возраста и уровня мастерства. Естественно, чемпионы и призеры определяются отдельно, среди мальчиков и девочек. У кого-то получились соревнования, у кого-то сегодня были ошибки, у кого-то падение, слезы и так далее. Но это опыт для этих детей. У некоторых это первый опыт. По этим соревнованиям можем смотреть, как ребенок вообще себя преподносит на соревнованиях, есть ли у него уверенность, есть ли страх. И дальше будем уже работать, исходя из того, как он прошел сегодняшнее соревнование. Те, кто сдает на второй взрослый разряд и вплоть до мастеров спорта, летом поедут защищать честь Самарской области на спартакиаду школьников. Всероссийские соревнования пройдут в Казани. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи!